В городе Назарова процедура праймериза будет проходить следующим образом. То есть сейчас действительно в период с 9 марта по 28 апреля, включительно до 6 часов 28 апреля, будет организационным комитетом вестись прием документов, желающих принять участие в праймеризе голосования Единой России. Документы принимаются с 12 до 6 ежедневно в помещении общественной приемной, которая расположена в городском ДК на втором этаже. Если какие-то интересуют вопросы, можно обратиться по телефону 7 11 77. До 28-го включительно принимаются. А что это за оргкомитет? Ну, оргкомитет, это комитет, в котором 7 человек входят. Это руководители, ну, секретарь, исполнительный секретарь, руководители первичных отделений, то есть вот представители общественных организаций. А как будет вообще происходить процесс голосования? У нас голосование будет по четвертой модели, то есть голосование будет осуществляться членами партии. А почему? То есть изначально ведь праймериз, я помню, задумывался, это такое всеобщее голосование? Такое решение было принято по моделям, региональной в том числе, региональное отделение. То есть рядовой житель города не сможет никаким образом выразить свое желание и поддержку, может быть, кому-то оказать из кандидатов? Ну, это во время праймериза, да, только члены партии будут голосовать. А сколько членов партии Назарова сегодня? Ну, более 400. Ну, только вот эти люди, кто является членами местного Назаровского отделения? Да, да, смогут голосовать. Но вот на ваш взгляд это не подорвет авторитет партии власти? Вот такое недоверие жителям Назарова? Ну, жители Назарова будут голосовать за кандидатов выдвинутых партией. Силу нашей такой непростой ситуации в городе Назарова, я имею в виду политической, конечно. Закрыться вот так от населения. Все-таки хотелось бы услышать ваше мнение об этом. Я считаю, что предложенная модель позволит определить кандидатов, участвующих в праймеризе, и все желающие принять участие в праймеризе могут это сделать.